всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео первое видео из серии видеороликов по теме семья любовь к детям и родителям называется она child free свободы не рожать детей или не быть родителем такое вот сегодня первое видео с него мы с вами и начнем как я вам уже сказал я сделал страничку на своем христианском авторском христианском сайте назвал ее семья любовь к детям и родителям и здесь разные подпункты разделы которым будем с вами разбирать я об этом уже говорил в анонсе и сегодня мы с вами разбираем переходим к разбору темы первой темы это child free свобода не рожать детей не быть родителем и так давайте разбираться я буду зачитывать со своего сайта у вас все на экране и буду своими словами комментировать и так child free дословно переводится как свобода от детей на самом деле не имеет четкого согласного мирового определения как и со многими вопросами нашей жизни так и с child free все не так просто как может показаться на первый взгляд недалеким людям люди часто навешивают друг на друга и на большие или малые группы людей ярлыки и клише но каждый человек из нас личность индивид и уже сам по себе а в определенный момент времени уникален еще больше ибо сегодня он уже не такой каким был вчера а завтра не будет таким каким он является сегодня вы знаете здесь я хочу сказать такую основную мысль о том что ну позже мы коснемся подпункта о том что child free в некоторых там странах обществах делают вообще внезаконно преследует и разговоры об этом и вообще есть ты и если ты исповедуешь ты живешь свободно детей если ты проповедуешь тем более да как ты живешь и другим об этом говоришь то за это преследует даже по закону причем даже по уголовной ответственности тему посадить в тюрьмы то в тюрьму там лишить имущества и прочих вещей до каких-то прав и свобод в общем сделать тебя изгоем во-первых я здесь говорю такую основную мысль что не вообще нельзя человек судить за убеждение и и презирать за убеждение и уничижать за убеждение можно обличать и говорить даже если считаешь что человек неправ да прям обличать на что вот ты не это неправ ты неправильно понимаешь что не хороший человек можно даже так делать да но это ни в коем случае не говорит применять что-то больше человек какой-либо Либо насилие, чего-то его там лишать, каких-то основополагающих жизненных, человеческих прав и достоинств и все вот такое. Но у нас, к сожалению, все это вечно пренебрегается, все это выкидывается в помойку. И это очень печально. Такого быть не должно по определению. Но, к сожалению, у нас это так. Потому что даже те же самые убеждения, почему я здесь так и сказал, что сегодня они у нас одни. Человек может быть там в каком-то возрасте принадлежать к движению Child Free, к этому мировоззрению, убеждению. А через какое-то время перестать к нему принадлежать. Более того, как я здесь сказал, как всегда у нас люди все мешают в одну кучу. Все, сказали страшное слово Child Free. И все, нарекли его каким-то злом и беззаконием вне закона. И все, основная масса общества, не разбираясь, начинает послушно кивать головой и творить всякие беззакония с людьми, которые, допустим, этот Child Free исповедует и проповедует. Разобраться, что это такое. Что это вообще такое Child Free. Насколько это плохо. А плохо ли это? А есть ли вообще какое-то конкретное определение? А что конкретно моя страна или государство в это вложило? Потому что в другой стране это одно, а в этой стране это другое. У одного психолога это одно дано определение, а у другого другое. Так может быть, человека преследует, прессует несправедливо. Вот об этом я основную мысль как бы говорю. Давайте двигаться дальше. Например, Ирина Литвинская, автор книги «Причины Child Free», гид по психоаналитическим теориям, делит людей, у которых нет детей, на три категории. Первое – это Child Less, то есть бездетные. Те, кто не могут иметь детей из-за бесплодия, ну то есть по каким-то естественным, неестественным физиологическим причинам. Они не имеют отношения к Child Free, потому что их бездетность недобровольная и обусловлена независимыми от них медицинскими причинами. Child Free – свободные от детей. Люди, которые не хотят иметь детей, сознательно отказались от деторождения и не страдают от этого. И третья группа – это Child Hate. Ну, Hate, кто знает по-английски ненависть, да? Ну, Free – свобода. Less тут подразумевается природа, как бы, да? И Child Hate – это люди, которые ненавидят детей. Они нередко существуют внутри Child Free сообществ и считаются радикальными проявлениями этого явления. Ну, вот я, видите, взял пример, допустим, одну из книг некоего автора Ирины Литвинской. И, как видите, казалось бы, ну, я надеюсь, что раз вы интересуетесь этой темой, смотрите это видео, там есть такое понятие, вот Child Free – там все это плохо, да? А как мы видим, несмотря на то, что есть одно слово, ну, некая Ирина Литвинская, да, автор книги, разделяет еще на три. Причем не это Child Free, а как бы, что Child Free – это один пункт из трех. Есть Child Bless, то есть бездетные просто по физиологическим причинам, которые хотят иметь детей, ну, просто бездетные. Да, есть Child Free – люди добровольно, просто нежелающие просто иметь детей. Они их не ненавидят, да, они их, может, даже любят, но чужих соседских, своих они не хотят ни рожать, ни быть родителями. И то, дальше я буду говорить о том, что даже эту группу можно поделить как минимум на две подгруппы, то есть, которые не хотят рожать и не хотят быть родителем, это огромная разница, да? Человек может не хотеть, не хотеть, не желать рожать своих детей. По какой причине? Да потому что их и так много, много бездомных детей, оставленных родителями, нуждающихся детей. Ему есть кому подарить свою любовь, вот человек хочет сделать это в своей жизни и просто не хочет рожать своих детей, вот и все. Мы ниже сейчас с вами будем разбирать разные причины. Помимо этого у женщины может добавляться страхи, там, какого-то потери, какого-то здоровья после родов и прочие вещи. Могут быть вплоть до фобий, которые она просто побороть не может. Но она не против детей и берет или где-то работает с детьми, да, в тех же самых, где-то домах, по сути, становясь для них такой же матерью, такими же родителями, такой же родительницей, да, вот, или берет к себе приемного, неважно, одна она там живет или есть муж, вот. То есть даже Child Free можно поделить на две группы, потому что перевод дословный Child Free, свобода от детей, ну что их подразумевается от этого в этом понятии? Каждый опять вкладывает то, что хочет, да. Ну и Child Hate где-то ненавистники, тут, конечно, что сказать, я, если такие люди есть, они действительно не хотят иметь детей, потому что их просто ненавидят ни за что, да, абстрактных каких-то детей, это, конечно, плохо. Я вообще не знаю, есть ли такие люди, ну как, есть такие люди, как, ну это грешники, или как мы их иногда людей называют, больными, такими больными в прямом переносном смысле, потому что ненавидеть кого-то просто так, любого человека на земле, независимо от возраста, пола, социального статуса или еще чего-то, это просто отвратительно, это дно человеческого развития внутреннего, ну, соответственно, и внешнего, значит, вот и все. Как мы видим, такие люди могут затестываться среди Child Free и, по сути, его компрометировать, потому что Child Free от Child Hate, это очень сильно отличается, это от любви до ненависти, как говорят, хоть один шаг, но на самом деле этот шаг может быть длиною в бесконечность, потому что ненависть и свобода, это разные понятия. Человек, который просто не желает по каким-либо причинам, я говорю сейчас позже все это попытаемся перечислить, хотя бы основные из них, да, не желает иметь детей, и где-то ненавистник, да, это огромная разница. Ненавидеть человека или просто, да, по какой-либо причине не находиться рядом с каким-либо человеком, это огромная разница, я надеюсь, вы это понимаете. При двух или трех свидетелях истинно всякое слово, знаете, да, библейское выражение, я его тоже часто применяю или постоянно применяю в своей жизни. Давайте еще один пример. А Джин Виверс, автор книги «Бездетные по собственному выбору», делят людей, у которых нет детей на две категории. Первая категория – это «Реджекторы», те, кто не любит детей, и вторая категория – «Аффиксионада», те, кому просто хорошо без детей. Как мы видим, другой автор своей книги, да, Джин Виверс, она делит, она уже убирает вообще за скобки такую группу людей, которые просто по физиологическим понятиям, по физиологическим причинам не могут иметь детей, да, по каким-то, не важно, проблема там у мужчины, у женщины, в семье нет ребенка, или у одной конкретно там женщины или мужчины, да. То есть, она говорит, что есть такие люди, и она, как бы, вернее, даже вообще о них не говорит. То есть, это говорила Ирина Литвинская, а Джин Виверс об этом вообще не говорит. Есть и есть, это природно, она здесь убирает вообще, так скажем, плоть телесную, то есть, там, где человек от этого не может на это повлиять, да, и берет, по сути, духовную составляющую, да, то есть, те, кто добровольно, умом, своим сознанием выбирает, либо вот, да, иметь детей, либо их не иметь. И опять же, видите, она делит, ну, я вам в этимологию этих слов не буду, да вот, откуда она это взяла, вот эти реджекторы аффиксионада, да, ну, в смысле, опять, если на русский язык перевести, то есть, она делит уже опять на две группы. Те, кто не любит детей, то есть, где-то ненавистники, и те, кому хорошо без детей. То есть, по сути, она берет из Ирины Литвинской две группы, Child Free и Child Hate, да, то есть, ненавидящие детей, и просто, которым хорошо просто без детей, и они их не хотят по этой причине. Я дальше пишу, что все вот это вот, как мы с вами видим, да, это лишь формальное и грубое деление, точно такое же, как людей, миллиарды людей на земле делят на этносы, нации, гражданство, веры и прочее. Ведь у человека, не желающего сегодня зачинать и рожать ребенка, бывает уйма разных причин. Например, сейчас мы их с вами перечислим, я еще раз хочу сказать вот эту общую мысль, что все вот это вот, вот эти вот деления, знаете, Child Free, там, не Child Free, что это все то же самое, это очень грубое деление. На самом деле, я вам много раз говорил, что мы хоть и пытаемся, вот я сам христианином себя называю, да, веганом там, пацифистом, но на самом деле, возьми другого вегана, христианина, пацифиста, он может очень сильно от меня отличаться. С пацифизмом такая же проблема. Порой людей в пацифисты записывают, ну, берем сейчас на современном примере, кто меня русскоговорящие и понимающие слушают, знают о чем речь, там, о рашистской агрессии против украинского народа. Есть люди, которые против этого, но они не против милитаризма, всей этой военщины, что вообще страны государства существуют. То есть они не космополиты тоже, знаете, да только до границ современных. И они как бы против войны, там, наступательной, но они не против войны, как это говорится, оборонительной. Они не против того, что надо разрабатывать новое вооружение, старое, естественно, сохранять, нужна армия, там, и все вот это вот, вся эта солдовня вот эта вот, да, с этими генералиссимусами и прочими вот этими. Это разве пацифист? Нет. Я такой пацифист, как он? Нет. Но он тоже может себя называть на данный момент пацифистом, потому что он, видишь ли, теперь против войны в Украине. А то, что война в Украине является следствием того, что мы вообще до зубов все вооружены, и что любое ружье, висящее на стене, когда-либо стреляет, до этого у него мозгов дойти не хватает. Разве он такой, как я, а я такой, как он? Нет. С веганами то же самое. Из так называемых веганов половина это вообще зожники. Это люди, которые перешли на растительное питание по причине просто того, что это якобы делает его абсолютно здоровым. И все. Завтра у него где-нибудь что-нибудь, ай, заболело больно, и он тут же с веганского растительного питания тут же переходит спокойненько на трупожорское, да, и спокойненько потребляет все то, что он потреблял и раньше. Причин очень много. Кто-то за компанию, кто-то из-за славы там какой-то, кто-то из-за хайпа мог это сделать. У него там большая аудитория, он решил там что-нибудь, да, похайпить там на этой теме и так далее. Причин очень много. Уж про христиан, кто меня слушает из христиан, многих ли я называю по-настоящему, так скажем, родными себе братьев, сестры во Христе, в том плане, что мы единомысливые, единодушные. Да, конечно, нет. Христианин христианину рознь. Да, это лишь слово, а в него столько всего вмещается. Кто-то в него не впихивает, уж я молчу про то, что как конкретно кто живет. Потому что человек судится по делам, а не по словам, да, не по убеждениям. Здесь то же самое, понимаете, какой вопрос не коснись, вопрос так называемого, вот именно этой бездетности. Это настолько все уникально, сейчас мы с вами разберем, это только наброски, да, это только то, что в моей голове зародилось, так скажем, какие мы вот причины. На самом деле вы и всех опросите, нас вроде как сейчас 8 миллиардов на сегодня живет на земле, и вы услышите еще столько причин, о которых сами вам даже в голову не приходили. Но у человека есть такая причина. Вот, это все тоже очень важно. Поэтому все эти деления, это все очень формально. Поэтому когда вот так же, знаете, под общий каток придумают какой-то закон, что все child free надо запретить, да, а потом начинают там, если люди хотя бы что-то там в голове у них есть, те, конечно, начинают задумываться, начинают когда-то там какой-то закон разрабатывать, да, а вот если вот такой вот человек, а если вот такой вот человек, а если у него вот такая вот причина, в принципе, мы же понимаем, что она правомерная, в принципе, справедливая, имеющая право на существование, да, как быть. И начинают там каких-нибудь куча нотам писать, но опять же они пишут по своему желанию. Кто-то это считает, но и что это там добросовестно, добросовестно, как это говорят, оправдание, а кто-то считает, нет, вот там Бог сказал плодить с размножателем, значит, все, вообще никакой причины быть не может. Закон что дышло, куда подул, туда и вышло, да, и придумывают его люди такие же, и придумывают ведь законы далеко люди, мягко скажем, далеко не святые, а вообще-то наоборот еще супергрешники. Так что вот так вот. Давайте мы с вами разберем, поэтому, как я говорю, все эти деления, конечно, уже по сути своей глупости, да, в таком виде, в каком очень часто мы их с вами имеем. Потому что все это уникально, каждый человек уникален, на самом деле, сколько людей у нас на земле, надо столько групп создавать по любому вопросу, да. Ведь у человека, не желающих сегодня начинать рожать ребенка, бывает уйма разных причин, например. Ну, я вам перечислю, те, по крайней мере, которых мне известно, которые мне в голову пришли, и которые я где-то что-то, может быть, читал, или по каким-то таким причинам, да. Первое. Я, знаете, я попытался так немножко еще и по группам сформировать, но принцип был такой, что по каким-то... Ну, первое, якобы такие, знаете, эгоистичные, конечно. Нежелание брать ответственность для другого человека, нежелание тратить деньги, нежелание жертвовать карьерой, неподходящий образ жизни. Ну, опять же, это же человек сам выбрал такой образ жизни. Ну, может быть, это осознанный наркоман, знаете, или алкоголик, он хоть и пьет, там и колется, но все-таки понимает, что, да, надо как-то детей-то не заделывать случайно или специально, потому что, что это за жизнь там будет. Ну, и это, может быть, знаете, этот человек, может быть, весь в работе, опять же. Ну, тут про карьеру сказано было, то есть, ну, пусть даже это не то, что карьера, карьера все так звучит, как и коррористично. Да, это, может быть, даже не дело ни в карьере, но человек действительно может быть заматан, да. У человека уже, может быть, кто-то на иждивении, там, да, родители, может быть, какие-нибудь родственники, инвалиды, о ком он заботится, у него просто уходит все время, допустим, на какие-то другие. То есть, ну, неподходящий образ жизни здесь, в принципе, я подразумеваю и хорошие причины, и плохие. Все вместе, да. То есть, человек просто, по сути, можно, это было бы назвать, еще нету временем, да. Или отдельно, вот я не стал. Сейчас, видите, у меня даже в ходе проповеди всегда какие-то новые еще мысли возникают. Я, бывает, потом все это подписываю, но могу забыть. То есть, ну, пусть даже, если мы все это туда, в такую коробочку так называемых эгоистичных причин, то что тот может тыкнуть, о, что это такое, не желает тратить деньги на ребенка или там на карьеру. Ну, а почему нет? Заметьте, я, причинаю все эти причины, не ограничил тут ни возрастом, ничего. Ну, а почему в 16 лет надо очень сильно желать детей? В 16 лет люди сами только вкушают жизнь. Да. Он на себя-то, вот я вырос, ну, можно сказать, в бедной семье, да. Ну, не то, что там кусок хлеба на улице искали, это, конечно, он был дома, но я сын семьи военных, причем очень честного военных, который никогда ничего не воровал, не крал, причем попало все это на 90-е годы, где они там тоже и зарплаты были копеечные. И никогда ничего особо в доме не было. Я, закончив школу, поступив в институт, тут же пошел работать, и все 5 лет в институте я работал, чтобы хоть что-то себе позволять, потому что родители, кроме крова и то, это родительского дома, конечно, в котором у тебя даже собственной комнаты, можно сказать, нету, мы с сестрой делили до окончания школы комнату, ты не можешь себе отдельное жилье позволить, у тебя ничего нету, у меня велосипеда никогда своего не было. Вот вам и ответ на весь вопрос. Какое у меня было детство? Конечно, я не жалуюсь в том плане, оно было счастливое, что у меня не было в жизни какого-то насилия там, или еще что-то, но и, мягко скажем, не то, что в роскоши я не купался, у меня иногда не было элементарных вещей, которые были у всех многих детей, у меня не было скейта, у меня не было того-сего, у меня ничего не было, приставки там, если что-то и появлялось с таким опозданием, у меня там Денди появилось, ну, кто мои ровесники понимают, тогда, когда у других уже там Нинтендо были, да, когда это Денди уже, можно сказать, ничего не стоило, да, и прочие вещи, так что вот так вот. Я не жалуюсь, я говорю, в принципе, в этом плане, что родители жили честной жизнью, и для меня это все равно был пример отчасти, потом, когда я вырос, это понял, вот, но с нами, я говорю, 16 лет, пошел работать, они мне ничего такого в материальном плане дать не могли, я говорю, я их не корю за такие вещи, ни в коем случае, вот, и я работал, и старался что-то себе позволить, чего мне никогда не было, и в той же самой юности, да, что-то было полно желаний, поэтому я же здесь, поймите, я эти причины перечислил не с привязкой к возрасту, и поэтому она, как говорится, к зрелому человеку, к 40-летнему, но это можно предъявить, как вот ты уже там до трака добрался, все еще там карьеру строишь, деньги все где-то там в кармане или на счете собираешь, да, не пора бы там с кем-то поделиться, да, да, это можно человеку в укор привести, как якобы такая неблаговидная причина, там, не рожать, тут и рожать, и я вам уже говорил, мы сразу с вами, в принципе, здесь опять же я оговорюсь, что подразумевается и свои дети, или приемные, не суть важна, то есть поэтому и не рожать, и не быть родителем, да, подразумевается, что неважно, можно приемного взять, и ты никому не хочешь, никого там деньги тратить, свое время, да, а если все это, что я перечислил, применять к 16-летнему человеку, то это вполне благовидные и нормальные причины, человек должен сам пожить, сам понять жизнь, что-то попробовать, да, грубо говоря, кто знает современный мир, так в 16-е, я говорю, вон, мы только в какой-нибудь институт поступаем, еще 5 лет там учимся, какие дети, какая семья, и на что ты будешь жить, и учеба там, вот именно, все студенты, кто вот именно, не действительно, не поддерживаются родителями, я говорю, пусть тоже по благовидной причине, все работали, вот, кого я знаю, кого, конечно, могли родители обеспечивать на время учебы, да, стипендии в мое время были, я вам если скажу, какая, вы будете долго смеяться, хватало ровно на проезд на троллейбус, на проездной, и на одну аудиокассету, вот какая была, это я вам в эквиваленте говорю, не важно, какие там цифры, 40 рублей, 50, чтобы понять, на то время хватало, тебе на один проездной, на троллейбус, чтобы ты доехал до того, штамма получается института, чтобы, так скажем, поучиться и домой вернуться, да, и на одну аудиокассету, вот вся вам ежемесячная стипендия, просто смех был, это какие-то, я не знаю, ты с протянутой рукой, на два часа встав на дороге, то больше тебе подадут, чем у нас была стипендия, это было смешно, и поэтому все студенты, которые я вот, из таких был, у кого родители ничем не баловали, да не то, что не баловали, вот именно слова такие, тоже неправильные, ничего не могли мне просто дать, вот, я, кроме, я говорю, крова, там, еды какой-то, да, вот, то я стал сам работать, зарабатывать, чтобы хоть что-то себе там позволять, что мне хочется, помимо еды и крыши на толовой, да, вот так вот, поэтому это причины, ну, смотря в каком возрасте, да, это может быть, причина. Давайте следующий такой блок, по сути, он связан со страхами, да, то есть это фобии, всевозможные страхи, тут понятно, если углубиться и провалиться, сами понимаете, сколько можно всего разобрать, там фобии, страхов, может быть, опять же, которые мне даже в голову не придет, тем более, я не женщина, у женщины, у мужчины свои могут быть фобии, страхи, они могут быть и телесные, и душевные, духовные, да, то есть, по видимому и невидимому миру, если их разбирать, но я одно выделил, это страх родов, да, я просто знаю, лично общался с такими девушками, у которых именно страх, вот, именно вот этих родов, да, что могут быть причины, вплоть до смертельного, летального исхода, там, невозможно разродиться, или еще что-то, страх после родовых, там, всех этих болячих, вообще, за время беременности, там, тоже сколько всего этих причин, и всех этих, вы же знаете, после грехопадения, все мы с вами прокляты, на проклятой земле, в проклятом теле живем, в муках и скорбях, женщина рожает вместо радости, беременеет, вынашивает ребенка, то есть, беременность проходит со страданиями, скорбями, роды сами, проходит в такой боли и муках, да, вот, и у людей, именно страхи и фобии, фобии, это когда ты вообще не можешь побороться, одно дело страх, да, другое дело фобия, отличается тем, что ты просто, получается, страх не можешь контролировать, не можешь его переломить, и сделать вещь, противоположную этому страху, и я говорю, тут можно углубляться, столько причин, и сказать человеку, тыкать его силком, да, что вот ты должен, там, должна родить, я говорю, тут и мужчины, по сути, тоже, ну, к мужчине, физиологические страхи, конечно родов не относятся, а вообще все, что связано с рождением ребенка, у него могут быть тоже разные страхи и фобии, и имеют душевного, духовного плана, да, вот, по поводу даже вот брать ответственность, понимаете, я ее хоть и туда впихнул, вы знаете, это тоже может быть фобией и страхом человеку, он именно не из-за того, что он как раз вот такой вот, нехороший человек, а из-за гиперответственности, что ты вот именно, это уже, знаете, обратно не запихнешь туда, поэтому нежелание брать ответственность, я так написал, не знаю, для кого как прозвучало, якобы вот именно тоже, знаете, такое отрицательное, а ведь человек этого не делает, как раз именно из-за гиперответственности, он вот именно, осознавая, что от него будет зависеть чья-то жизнь, он может даже переживать за то, что вот что с ним случится, я с ним говорю, видите, я сюда же тоже, я же сюда не впихиваю, что человек обязательно исповедует бессмертие, Бога, что Бог обязательно позаботится, даже если он через год этого новорожденного ребенка сам отойдет в иной мир, Бог не оставит этого ребенка, а мы с вами давайте сюда подставим человека абсолютно неверующего, ни в вечную жизнь, ни в Бога, он переживает, кто будет заботиться об этом ребенке, вот там женщина или мужчина, я почему говорю, здесь все подходят, то есть отец или мать этого ребенка, и он из-за гиперответственности задумывается, он переживает, а кто будет, а что случится со мной через два, а если я не смогу его прокормить, а если не смогу ему одежду, а если меня дом заберут, или еще что-то, то здесь я имел в виду тоже не столько, я говорю, я просто перечисляю эти пункты, вот, но они по-разному разбираются, а если человек очень активный, это может быть политически активный человек, который знает, что сегодня он здесь, завтра на свободе, пропагандирует что-то, завтра в тюряге сидит, с такими, как я, проповедниками, никто знает, что со мной завтра случится, да, ты понимаешь, что брать ответственность за человека, получается, ты тогда должен просто от всего отречься, вот, то есть, вот видите, здесь очень много причин, возраст, наоборот, слишком маленький, или слишком старый уже, и у каждого свои понятия, этого, да, кто-то считает, вот, в какой-нибудь стране, где принято, чуть ли не с 12 лет, может быть, рожать, ну, там, со временем созревания, девушки, да, девицы, что все, месячные потекли, значит, можешь рожать, все, рожать, потому что ей там 30 лет, никого не волнует, в этих там странах, обществах, народах, а у кого-то, считается, 15, 16, а у кого-то, 18, а сама эта девица, а может, она считает, что она вот именно не созрела еще, для нее возраст, когда женщина должна, не важно, что у тебя половое созревание произошло там, и ты физически стал способна, там, скажем, зачать и родить этого ребенка, физическая способность, еще не говорит о том, что ты должен это делать, да, у меня есть руки, которыми я могу все, что угодно делать, я могу ими убить человека, могу бить человека, могу гладить человека, у меня есть рука, Она не грешна, не свята сама по себе, пока не совершила какое-нибудь зло. Ну, точнее, я делаю что-то этой рукой. Здесь то же самое. Физическая возможность созревания, то, что произошло в 13 лет у мальчика, у девицы, у юноши, это не говорит о том, что они должны сразу беременеть и рожать детей. Наличие у меня рук, ног не говорит о том, что я могу кого-то бить или гладить, наоборот, обязан. У меня просто есть эти руки и ноги для моей жизненной необходимости. Причем это от меня не зависит. Бог таким меня сделал. Да, это просто есть. Так что вот так вот. И поэтому возраст, опять же, каждый сам определяет. Для кого-то вообще нет, он считает, что даже и в старости. Восемь забеременела, рожая восемь. Ну, вы понимаете, я имею в виду, неважно, там, как говорят, уже женская прекратилась. Ну, пусть там в 50-60-е, то можно, по Божьей воле ты, как Сара, забеременеешь, когда, или там, Елизавета, когда уже женская прекратилась. Бог чудес, Бог может все устроить. Где эти границы этого возраста? Кто их опять будет определять? А как насчет вообще личности человека, которая сама это вообще определяет? Вообще никто, как можно вообще писать под это какие-то там законы, нормы, правила? Кто будет определять, кому ты будешь тыкать пальцем и говорить, вот ты там что-то должен? Да я никому ничего не должен. Ну, бесплодие мы уже говорили, да, опять же, тебя мог тыкать пальцем, знаешь, ну, хорошо, вроде бесплодие, вроде, вроде там, не можете. Ну, это только один врач сказал, а вас будут тыкать там родители или еще кто-то, друзья, знакомые, или муж, жену долбить, да. Нет, давай еще туда пойдем, давай туда, может, этот врач ошибается, а вот надо еще кучу миллион анализов, а у вас уже все, у вас уже, да, от всего этого уже просто воротит от всего этого. Вы, может, в это вообще не верите? А может, вы действительно религиозный человек, понимаете, Бог не даст, никакой врач не поможет. Или наоборот, Бог даст, и без разницы, хоть там сто врачей скажут, что бесплодное. Кто это все вот будет кому-то там тыкать, вот ты что-то должен опять или не должен? Где принцип свободы? Здоровье, я уже сказал, ну, в принципе, сюда входит и опасение за здоровье, потерять его, да, с беременностью, там, со всем этим прочим. Будущее здоровья, как я сказал, да, и здоровье по поводу вообще возможностей. Очень относительно, каждый человек взвешивает свои. Есть люди, причем с болячками, я сам такой болячкой переболел, до сих пор отчасти болею. Когда ты жить, ты не можешь. Там с головой у меня, скажем, с давлением там свои были проблемы, которые я вообще в аду прожил там 5 лет практически, а 10 лет в среднем аду из них, да. Та же самая экзема у меня, когда я ходить не могу, и в руки там ничего взять, когда это все в пике происходит. У меня куча своих проблем, и ты смотришь на себя и думаешь, какие тут дети, я себя-то не могу обеспечивать, там, по квартире по полу ползаю, когда на ноги встать не могу. Что это такое, да. Естественно, это тоже, кому я там должен объяснять, что меня это страшит внутри, и я, глядя на себя, что-то не особо желание, да, там, детей заводить. Как я себя-то не могу обслужить. Понятно, опять верующий человек может сказать тебе, другой камень в тебя бросить, сказать, ты что, не веришь? Вот поверишь там, и ребенка родишь, и Бог болячки заберет. Да, может, и не заберет. Это, может, мой путь вообще, да, тогда не вера. Да и вообще, что ты мне тычешь, ты, что ли, потом их будешь все равно кормить или... Это на словах, знаете, советовать легко. Да, а ты, что ли, вот именно брать будешь эту ответственность потом? Нет, ты тут просто на советах гораздо правила, законы всякие понаписать. А когда у меня нужда будет, ты, что ли, придешь мне в дом, будешь мне, будешь нам тут, да, на кухне кашеварить, или что, убираться, или сад-огород сажать? Ты будешь этим заниматься? Нет, ты какой-то написал тупой закон, да, заповедь человеческую, и умыл ручки, и спокойно там где-то потом живешь своей праздной жизнью. Как Иисус сказал, бремена тяжелые, неудобно носимые накладывайте, сами пальцем не прикасайтесь к таким вещам. Следующая причина – несовершенство мира. О чем здесь говорится? Ну, то же самое. Я буду на себе сейчас последний, особенно вот все эти пункты, вам себя в пример ставить, ну, чтобы было более понятно, что я подождаю в виду. Глядишь на этот мир безумный, познав, что мы все живем с вами на проклятой земле после грехопадения, в проклятом теле, да, посмотрите все, какой мир нас окружает безумный. Есть ли желание вообще сюда ребенка, знаете, когда Бог натворил мир, он вообще-то сделал его раем, да. Описано, что Бог создал прекрасный мир, да, насадил Эдемский сад посреди земли и туда ввел человека в прекрасный мир. Он, как я всем говорю, не в кучу дерьма его бросил, и не тогда, когда земля была безвидна и пуста. Он сначала сделал рай на земле, сделал землю и сделал на ней рай с Эдемским садом посередине и туда ввел человека. Вы знаете, если бы я жил в раю сейчас, я бы тоже плодился и размножался, как Господь и дал эту заповедь именно в раю человеку. Глядя после грехопадения, ну вы скажете, что он эту заповедь якобы ною повторил. Ну да, повторил. Но мы с вами сейчас попозже еще перейдем к этой заповеди. Вот. Это не заповедь, это не законный обязывающий человека плодиться, размножаться, а возможность, как я вам сказал, которую ты обретаешь там при полувозрелости. Ну, об этом еще позже скажу. И глядя на несовершенство этого мира, на проклятый этот мир, у меня лично нет большого желания человека в такой ад приводить. Вот и все. Может у человека такое быть убеждение? Ну, понятно, у меня дальше еще есть другие убеждения. Да, я действительно верю, что Бог все управит. Что какая разница, рано или поздно кому-то придется в этот мир приходить через меня, через других. Новая жизнь, это всегда прекрасно. Ей придется пройти этот этап школы жизни первой. Ну, кто-то ведь может всех этих понятий не иметь, о которых я сейчас сказал. Именно поэтому, если вы заметили, я во фразах все время употребляю фразу «сегодня». У человека сегодня одно убеждение, завтра он еще до чего-то дошел, еще до чего-то дорос. Почему все эти, если вы будете за такое тыкать людей, вместо того, что там или обличать, или объяснять ему, да, что там вот так вот, вот так вот, а вот так вот. Да. А у нас все палкой. Палкой – это вообще не Божий метод. Да. Бог хочет, чтобы все мы просто добровольно, осознанно пришли к полноте познания истины. Вот его цель. А не палкой кого-то задолбить. Это не цербер, не тюремный надзиратель. Это не судья, который кого-то будет там распределять просто так в ад или в рай на вечной муке, да, и пофигу там, как он там дальше будет жить. Нет. Бог не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы каждый достиг полноты познания истины и был счастлив вечно. Убеждение мирозрения. Ну, по сути, я здесь по сути то же самое подразумеваю, хотя я говорю, это может быть на тот момент, мало ли действительно человек там, не знаю, в какую-то секту вляпался, да, и им там как раз убеждают, что вот просто там бездетность, вплоть до того, что это святость, да. И он в это поверил, неважно, его там завербовали, мозги прополоскали, как-то говорят, так тем более этому человеку надо помочь. То есть человек может быть бездетным вот именно вот по таким вот убеждениям. Ну, я привел это уже по сути несовершенствия, мир, как видите, это по сути такая конкретика. Да, если общую группу взять, это убеждение мирозрения. Я говорю, сюда можно было бы сейчас до бесконечности говорить, я думаю, что вы больше меня еще сюда доложите. Я лишь как пример, видите, сколько уже говорю, сколько я уже привел. По сути, это есть группы, подгруппы, там можно развивать до бесконечности. Я говорю, возьмите миллион людей и вы увидите, сколько этих причин разнообразных там, как мы с вами выше сказали уже, возьмите там здоровье или еще что-то, возраст. У каждого будет своя цифра в этом возрасте. И то, сегодня она одна, завтра она другая. И он сам думал, что у нее одна цифра, оказалось, что он еще и... У кого-то, может быть, у женщин в 60 лет прекращается, как говорят, женская. А у кого-то, может, и в 80. Или она думала, что не прекратится в 60, поэтому она себе ставила план в 60. А у нее это, может, в концовке до 80 продлевается. И она решает, как Сарра, все равно родить. Может, доживет еще до 100 лет и как-то выходит от этого ребенка. Мы не знаем, как все это. Это каждый индивидуальный случай. Зависит от человека, от его веры, убеждений, навыков, возможностей. А может, это царица, у которой все в порядке, ей помогать там будут. Даже в 80 все это вынашивать. И уж этот ребенок точно в детдоме не останется, останется наследником царства. Видите, это все уникально. Одно дело, нищая рожает 80, другое дело, царица. Огромная разница. Ребенок от царицы, рожденной даже 80-летней, в беде не останется. Так что вот так вот. И поэтому, видите, большая группа убеждений и мировоззрений. Сюда можно всяких разных понапихать случаев. Я вам для примера накидываю, но вы сами понимаете, их до бесконечности. Как я говорю, сколько людей в этом плане, столько и мнений. Причина? Конечно, причина. Если человек во что-то искренне верит, это сегодня для него твердое основание его поступков. Дальше я вообще переселяю такие, так скажем, благие, по крайней мере, в глазах нормальных людей, как мне кажется, благие причины, почему человек может не заводить детей. Социальное служение. То есть, как я сказал, да, по сути, это, можно сказать, работа, как мы с вами выше перечисляли. Вот. Но работа-то не просто так, что он действительно там целыми днями где-то там грузчиком работает, но все на себя тратит любимого. Нет. Его работа связана, его труд, жизненное служение связано именно со служением людям, ближнему. Возможно, даже там альтруистическим отчасти, да. Вот. И он и так действительно эту любовь дарит всем и вся. Причем там может быть и подразумевает социальное служение для детей, но сфер очень много конкретных, да. Тут я говорю, тут я общие группы вам оговариваю, а, конечно, я говорю сейчас, если эту тему любую раскрывать, там можно проваливаться до бесконечности. Человек может и так заниматься этим социальным служением. Он и так там постоянно с детьми. Не важно. Человек может работать там даже в судебные, где там по делам несовершеннолетних, еще что-то. Да ей и так хватает. Она там может проявлять свою любовь к этим детям. Она и так вся там целиком, вот именно с утра до ночи, 7, как говорят, 24 на 7 работает, да, круглый год. Вот. Ей и так это все может сказать. Кто-то в детдоме, кто-то там в домах инвалидах, детей инвалидов и прочее. Кто-то в службах попечения, в каких-то вот этих опеках, органах работает. Она и так постоянно с детьми связана. Кто-то в каких-то, я сейчас беру какие-то, может быть, печальные случаи, а кто-то, наоборот, работает где-то там, знаете, в развлекательной какой-то сфере с детьми. Да и у него и так вся жизнь это там радость детям, она там праздники, детские праздники есть такие фирмы. Это может быть или директор, или сам он или она работает там аниматором или еще что-то, или организатором всего этого. У него и так постоянно он с детьми контактирует. Человеку достаточно этого для того, чтобы реализовывать свое вот это вот родительское чувство, родительский инстинкт, родительский потенциал через свою вот эту вот работу, от которой он и трудами рук своих питается, дневное пропитание себя добывает и, как говорят, полезное с приятным совмещает. И ему этого вполне достаточно, или ей реализовывать свои родительские вот эти вот инстинкты, потребности и так далее, любви, кому-то меньше себя по возрасту. Вот и все. Пожалуйста, может быть такая причина. Чайлдфри, да, добрый, благой, конечно же. Благотворительная жизнь опять я беру в общем, да, человек просто может посвятить свою жизнь действительно благотворительности. Не важно, богатый человек, у него там бизнес, и он все решил, там, Бог ему открылся, его сердце раскрылось в любви, он там целыми днями всем тем занимается. Может даже такой бедный человек, так скажем, но действительно там малыми своими трудами. Тут главное процент, тут бог судит не по количеству, а по процентному соотношению, сколько от своего времени, от своих, там, скажем, денег человек уделяет этому всему. То есть тут опять это просто большую группу берут, там можно углубиться и, понятно, разобрать столько разных тем, вариантов, как люди живут, проводят свою жизнь. Подразумевают, что вот какая-то благотворительная и так жизнь. Причем она может пересекаться и детям, и взрослым, и старикам, вот именно. И человек понимает, что ему всего этого, он и так, вы же поймите, смысл всех тех самых детей в жизни, это реализовывать себя в любви. Вот и все. Куда-то на кого-то эту любовь, как говорится, выплескивать, да. У нас есть, у любви всегда должен быть объект. Если человеку в жизни, одно дело, он там действительно может быть скучно, дворы бедные, одинокие метет, да, ему поговорить, так скажем, не с кем, да, есть, там, сторож сидит ночной, там, парковку охраняет, какой он там реализует свою любовь, да. И возьмите человека, который целыми днями, там, она и так с детьми, там, в этом детдоме, или наоборот, в взлекаловке, да ей дома нужен этот, как говорят, зоопарк, да, там, с малыми, с детьми, или так далее. Или там взрослые дети. Она и так решает, она и так, там, несовершеннолетним или неблагополучным детям помогает на ноги встать, еще что-то. Да ей хватает, и ему хватает реализовывать себя в любви. Что еще надо-то человеку? Вот и все. Ну и последнюю причину я беру у Тина. Все время Child Free, я говорю, очень часто, видите, как вроде как читаем, и подразумевает именно, что ты не хочешь рожать детей, да, хотя тоже тут, видите, я вам привел несколько примеров, там не говорят прям рожать, тоже, не хотят детей, что подразумевает, как я вам сказал, что, в принципе, эту группу неплохо было бы подразделить тоже. Одно дело, не хотят рожать, а просто я почему это говорю, потому что в России в той же самой, кто знает, да и как во многих странах, об этом я сейчас уже позже буду еще говорить, особенно в диктатурах, особенно где якобы надо вот рожать, 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 там-то недостаточно, чтобы ты просто брал приемного, как бы вот свою любовь реализовывать. Нет, ты должен рожать мясо, должен рожать рабов этой диктатуре. Очень важно. И поэтому туда в Child Free запихивают именно, что человек не хочет рожать. А Child Free, я говорю, по-хорошему, как мы с вами видим, в принципе, взяв там две книги для примера, неких авторов, они не говорят, что как бы человек не хочет рожать, он как бы просто, да, не хочет свободы от детей. Ну да, а что это такое? От каких детей? От своих или чужих? Можно продолжить же это определение. Да, я не хочу рожать еще рабов этой диктатуре, этих людей несчастных, вот именно глядя на несовершенство мира. То есть, вы же поймите еще, это вот я перечислил какие-то пункты, а ведь эти многие пункты пересекаются. Это гибридные решения у человека в голове. Это не только что-то одно. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть фобии, чуть-чуть страха, чуть-чуть несовершенства мира, чуть-чуть убеждений, чуть-чуть неподходящий образ жизни, чуть-чуть социального служения. И все это в человеке складывает жизнь, что он говорит, мне не надо, а тем более там рожать. И вот я говорю, так скажем, можно сказать, предпоследний пункт беру, это нежелание, это желание дарить людям. То есть, кажется, нежелание просто не своих детей, а желание дарить любовь приемным детям. Ну, я написал любым детям, приемным любым детям. То есть, неважно, ты, я по сути подвел черту вот под таким, видите, последними пунктами. То есть, ну, либо ты прям берешь, как говорят, в семью там, этого приемного ребенка, либо ты просто, я говорю, служишь этим детям вообще в полноте, там, не знаю, ходишь в эти детдома, там, помогаешь и прочие вещи, или там, я говорю, те же самые праздники устраиваешь, может быть, бедным, да, и так далее. Ты полностью посвящаешь себя и так этим всяким детям. Может, соседям помогаешь, каким-то многодетным семьям, которых знаешь. И ты просто им и так помогаешь всеми возможными словом и делом. Вот и все. Вот это вот желание дарить, у человека нет, вот как у меня, я всегда рассказываю, у меня нет кровных вот этих вот чувств, понимаете, ни к родителям, там, ни к родственникам, ни там, к братьям-сестрам, как это говорят, по плоти там, да. У меня, я всегда, я родился таким уже давно, потому что душа-то я древняя, да. Я родился таким, что я ко всем испытываю абсолютно одинаковые чувства. У меня нет никаких своих детей. Я понимаю, по примеру, с родителями, что если я рожу своих детей, у меня не будет к ним никакого особого чувства. Я буду их любить, ты считаешь, как и всех остальных детей. Да, в делах, я уже много раз говорил, так как он просто рядом с тобой, да. Ты будешь проявлять к нему больше дел любви. Но любовь моя абсолютно одинакова к соседским детям и к своему. Это очень важно. Я буду судить по правде, если он там где-то будет косячить между, кого-то там ударит или еще что-то, какую-то нехорошую вещь, проступок какой-то сделает. Вот. У меня к ним будет абсолютно равная любовь. К любому человеку. Вот. Так что вот так вот. Это какая причина Child Free? Хорошая или плохая? Для меня хорошая даже очень, да. Ну и, как я написал, и так далее до бесконечности. Все это можно перечислять, все эти группы делить, подгруппы, подпункты, там миллион этих причин. Я говорю, сколько людей, столько и мнений. Многие из того, когда мы со своей той колокольни смотрим, нам и в голову не может прийти, какие мысли у другого человека по этому вопросу. И простой пункт такой, последний сделал. Это просто неготовность или просто не хочется. Я их даже объединил. Потому что это все, в принципе, тоже очень такие слова, понятия очень близкие. Неготовность, не хочу, не готов. Это неважно. Я пишу, иногда это даже невозможно объяснить. Да, можно пытаться объяснить себе, ну или кому-то, что кто тебя спрашивает, что это вот у меня там фобия, я боюсь за здоровье, я не уверен в себе, нет денег, как обеспечивать там, да. Да и вот я вроде вот тут занимаюсь, вроде бы мне и этого хватает, я там помогаю где-то кому-то, да. Да даже если ты все это не объясняешь порой, надо человеку просто тяжело все это выразить словами. Все свои внутренние чувства и состояния. И ты просто, по сути, ты говоришь, я просто не хочу. Как мы с вами прочитали, как эта группа и называется. Те, кто просто не хотят детей. Но ведь в это вложить-то можно и вот совокупность всего, и порой человек это выразить не может. Он выражает этим словом, может быть, не хочу, только потому, что он не углубляется, не пытается в этом ковыряться, разобраться там даже в себе. Да он просто сегодня не хочет, он понимает, зачем ему в этом ковыряться, если он просто этого не хочет. Ну человек, когда не хочет там апельсин, да, он не разбирается глубоко, почему он не хочет. Может, сегодня он кислый, а может быть, именно этот апельсин кислый. или потому что сейчас 12 часов дня, а в 3 часа дня я, может, захочу этот апельсин. Он не ковыряется, он не хочет, не делает, хочет, делает, вот и все. Просто ему сегодня не хочется. На этом этапе жизни ему просто не хочется. Он даже об этом, если не задумывается. Чего уж там говорить, я хочу, не хочу. Да, я живу другими интересами, сегодня я смотрю на других детей действительно равнодушно. Мне этого не хочется. Я вот смотрю, одно дело, я вижу что-то, что есть у других, и мне тоже хочется. А я смотрю, и меня никак это сегодня не колышет. Значит, дело не только в том, что я половое созревание прошло, я физически, мужчина или женщина, стали способны просто зачинать и рожать этих детей. Это же ни о чем не говорит. Во мне не проснулся родительский инстинкт, я об этом, вы знаете, много говорил в теме мужчина и женщина, брак, развод, секс, что родительский инстинкт и сексуальный инстинкт, это вообще не одно и то же. И сюда третье, ну там я говорил в духовном понимании, сюда по сути третье, ну я там тоже об этом говорил, это можно в одну испихнуть, что можно добавить, что вот именно мое физиологическое созревание, моя физиологическая возможность, она никак не говорит о том, что я это обязан делать и готов к этому психологически или духовно, как это говорят. Ну вот так вот, я надеюсь, я вам все это показал, где-то, может быть, убедил, раскрыл. Я итог зачитаю вам. К сожалению, всю историю человечества люди все сливают в одну кучу и нарекают это или добром, или злом. И отсюда и печальные последствия поломанных судеб невинных людей. Ну я, в принципе, только что обо всем этом и говорил. То есть жалко, что все мы это вот в одну кучу мешаем. Вот такие вот группы создаем, не разжовываем ничего. Все это пытаемся впихнуть в какие-то рамки, в какие-то законы, уж тем более, а уж тем более, если в этих законах за этим следует, естественно, наказание, там, да, за провинность, за не следование там закону, заповедям человеческим. Это огромная беда. Все, к чему это может привести, к поломанным судьбам невинных людей. Вот и все. Потому что если вы желаете людям блага, им просто надо что-то проповедовать, благовествовать. Если вы считаете это добро, кого-то можно обличать, если вы считаете это даже грехом, вот там, не иметь детей грехом. Ну вы можете его обличать, хорошо. Быть религиозником, бросать в него там библейские камни какие-нибудь. Но не более того. Все только в слову. И то, это не значит, что вы привязали к стулу и пытаете даже словесно, да, человека. Нет, это если где-то в каких-то разговорах, если вы там все равно какие-то знакомые, где-то там соработники, вас просто в одном автобусе уж нужда столкнула, вы там до какой-то остановки едете, вы можете, конечно, там покусаться. Но на этом все останавливается. Ни о каком физическом насилии над человеком, или я говорю, пусть и так скажем, психологическом. Но я уже много раз говорил. Психологическое насилие все равно невозможно без физического. Потому что, чтобы человек психологически насиловать, нужно его сначала физически сковать. Это очень важно. Ну ладно, переходим с вами. В принципе, плавно опять подошли. Как раз я про закон говорю. Это child free вне закона. Ну, в принципе, я уже много вам что сказал. Даже выше то, что мы раньше все это говорил. Тут мы, по сути, такой итог подведем, да. В странах, где правит диктатура, коих основная масса в мире, если не все, даже которые так называемые демократии, все равно в концовке диктатура, потому что там обычно правит один человек. В том числе и в России, где все стоит на страхе, полицайских дубинках и штыках-талдафонов, child free нарекают злом и вне закона. Закон я беру в кавычки, естественно. И преследует и прессует тех людей, кто осознанно или неосознанно относится к этой группе, что противно закону любви между людьми. Ибо где любовь про неосознанно относится, как мы с вами уже поговорили о том, что люди, которые даже физически сами, независимы от себя, своих желаний, не могут иметь детей. Ведь эти люди тоже в эту группу, получается, входят, я говорю, неважно, включают их, нет, и кто-то их прессует, даже не разбираясь в причинах, да, что он там физически не может, что он бы хотел. Ну а у тебя детей нет, да ты что-то, я говорю, надо все равно ходить, пытаться, биться к врачам или по святым местам ездить, головой биться о пол у каждого в каждом храме, что бог тебе как там, да, вот ребенка, да, и так далее. И вот этих людей прессуют, преследуют, кто осознанно или неосознанно относится к этой группе, что противно закону любви между людьми, ибо где любовь, там свобода, а значит каждый человек свободен и имеет право жить, исповедовать и проповедовать, очень важно, так как он считает правильным сегодня, я обращаю внимание на это слово, для себя, окружающих людей. Ломать человеку жизнь за то, что он сегодня одно проповедует, вы его посадите в тюрягу за эти убеждения, он потом через 10 лет передумает, это отвратительно. Общий итог, конечно же, именно вот этого вот подраздела, Чайл Фредди и Законы, я уже об этом говорил, еще раз повторяюсь, это отвратительно, когда люди берут палку, чтобы людей в чем-то переубеждать. Это вообще не от Бога, это не закон Божий, это не промысел, не замысел, да, Божьего бытия. Глядя на Иисуса, мы все с вами понимаем, что все делается силой слова, и как я вам сказал, что даже вот это слово должно быть воздействием при свободе человека, не скованного физически. Это очень важно. Так что, конечно же, в Российской Федерации сегодня тоже там все время этот, у нас не то, что пока это незаконно, но я этот ролик пишу вот сегодня, у нас 4 апреля 2024 года. Но кто знает ситуацию и уже слышит все это, уже на счет все это поднимает. Скорее всего, скоро, да, потому что многих людей труппируют теперь через эту войну, через вообще ужасные условия жизни, можно сказать, да. И вот, у нас же тут вечный вопрос, рождаемость, нужны рабы, нужно мясо для войны, рабы для заводов, и вот, да, ты должен там рожать, 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 и часто тут хотят вот тоже якобы все это сделать вне закона, наказывать за это, и за жизнь такую, и за проповедь этого тем более. Да, вот, поэтому, конечно же, это беда. Я этот ролик записываю не потому, что это еще прям не подзаконно, а раньше бы испугался, я пишу, и не важно, когда они примут этот закон, этот ролик у меня будет на канале всегда, я никогда его не закрою, не спрячу, и никогда не отрекусь от своих убеждений. Вот. Следующий вопрос. Вопрос или подраздел, подпункт этого нашего с вами сегодня большого раздела, Чай от Время. Это вечность в потомках. Мне надо было, ну, однажды, мне надо было сделать гендоверенность и оформить наследство на отца, и я обратился к нотариусам. Это было где-то, получается, уже около четырех лет назад, кто знает, я тут в новом месте поселился. Ну, по сути, маленький домушок купил с участком, купил его на отцовские деньги, на наследство, так скажем, которого он мне там продал свое родительское гнездышко, коммуналку, где они со своей мамой, в свою очередь, в Подмосковье выросли, там обычная коммуналка, была одна комната в квартире, они там выросли, он там вырос, бабушка его там вырастила, и он ее продал, там небольшие деньги были, я на них купил вот тут под Воронежем небольшой участок, обычный домушок старенький, 50-летний. Сначала я все это оформил на себя, но так как я, кто знает, не держусь за жизнь, я как-то решил на отца сделать генеральную доверенность и сразу наследство. Все это делается у одного нотариуса, отдал по пару тысяч за все эти бумажки, за каждую, и у меня было две бумажки, я их отдал отцу. Вот. Наследство я делал потому, что это его целиком деньги, я хотел, чтобы они к нему целиком вернулись, хоть у меня никаких наследников нету, но я не знаю, может и сестра претендовать на это наследство, в принципе, она его дочь, это понятно. Ну, короче, я так решил, отец тоже, в принципе, эту идею поддержал, и я отправился к нотариусу с этими своими идеями. Этим нотариусом оказалась престарелая женщина. Она удивилась, что я оформляю наследство на отца, потому что такие вещи, редкость, и дети, как бы, ну, по-хорошему, да, должны переживать своих родителей. И, по сути, знаете, как бы я вот это вот оформляю, как будто сам судьбу подталкиваю к тому, что, как говорят, в космос, во Вселенную, посылаю мысли, что вот я как бы тут раньше там родителей уйду, да. И я ей ответил, что мечтаю свалиться с этой проклятой земли, а потому не держусь за земную временную жизнь. Ну, я ей на самом деле просто объяснил, что я просто так считаю, ну, как бы, чтобы там для простоты потом, понимаете, когда у человека есть там тоже именно наследственное, там проще вступаешь в наследство, проще, быстрее и так далее. Я просто не хотел, чтобы, если со мной действительно что-то случится, по какой-либо причине Бог раньше призовет меня в иной свой радостный мир, чтобы просто отцу упростить жизнь. Вот и все. И поэтому, да, отдать пару тысяч, и потом все это меньше волокиты и проблемы, и все будет по закону, и быстро решаться. Я просто делал, как говорится, из любви, из той же самой, тем более он идею тоже поддержал. Все это было по согласию, так скажем, сделано. Ну, помимо этого, я ей, конечно, тоже объяснил, что мы считаем, что это нормально. Я ей ответил, что мечтаю свалиться с этой проклятой земли, ну, потому что, вы знаете, я везде проповедую, я везде болтаю, разговорчивый. Я, естественно, стал все вываливать, да, и что мечтаю свалиться с этой проклятой земли, а потому не держусь за земную временную жизнь. Ибо я вечен, и за порогом так называемой смерти добрых людей ждет прекрасный мир полной радости, свободы и любви. И она, это нотариус, посмеялась, ну, я так образно, конечно, говорю не то, что она там ржала мне в лицо, ну, по сути, как бы это можно так выразить, такой оборот речи, в принципе, существует. Она посмеялась мне в лицо, сказала, что не верит в личное бессмертие человека, и начала мне вчера втирать чушь про то, что родители как бы сохраняют свое бессмертие лишь в своих рожденных детях и далее в потомках. Правда, как это реально происходит, объясните, она мне не смогла, ну, то есть я как бы говорю, вы можете это как-то вот внешними доказательствами, примерами привести, потому что я в себе никаких не чувствую своих прародителей, и ни в каких потомках жить не буду, я это знаю. Я сам, уникальная личность. Когда она узнала, что у меня в моем возрасте нет еще и своих детей, то стала убеждать меня, мне на тот момент было под 40, там, 38, получается, где-то так, то стала убеждать меня в своей лжи еще больше и настойчиво. Мы покусали друг дружку, ну, покусали, беру в кавычки, вы поняли, что я имею в виду, мы покусали друг дружку, сделали все документы, и я ушел. О чем я тоже хочу основную мысль донести, я думаю, что вы слышали этот бред, он в разных течениях, в разных народах, культурах, там есть вот что якобы человек, особенно, ну, естественно, там не признается как раз, получается, личное бессмертие. Я не знаю, возможно ли там, вы знаете, я хоть и говорю, что я много чего поизучал, но я не могу сказать, что я все бреди на земле изучил, да, вот, все там какие-то лиги, секты, убеждения, да, как я вам говорил, сколько людей, столько и мнений, у кого-то, может быть, своя там каша в голове. Но действительно такое есть, что вот люди, которые отрицают личное бессмертие, при этом утверждают, что якобы вот мы как-то там продолжаем свою вечность в своих потомках, в детях, потом в внуках, и вот так вот мы там как бы, это полная чушь. Любой здравомыслящий человек это понимает. Несут этот бред люди умом незрелые, душой нездоровые. Никаких потомках я не живу. Я личность уникальная. Никакие, у меня вот лично нет никаких раздвоений личности, расстроений. Я в себе не чувствую никакого своего, вот, у меня отец живет, мы с ним живем, как говорится, в одном доме, да, вот. Вот, я его к тебе не чувствую. Я не чувствую ни одного из своих дедов, я вообще никогда в жизни их по плоти не видел ни одного своего дедушка. Я их даже на фотографиях не видел. И что? Я их никак не чувствую. Я их знать вообще не знаю. И я их в себе ни капельки не ощущаю. Если они не прадедов, не прапрапрадедов, если они вдруг жили и надеялись, что они будут во мне жить, я их вынужден разочаровать, никто во мне не живет. Я их знать не знаю. Никакого у них бессмертия во мне нету. Они по плоти давно померли, прах их, прах возвратились, а душа их отошла в иной мир. И все. И они живут дальше своей жизнью. Ну, там, реинкарнирование, перевоплотились или пребывают в ином бытие, это не суть важна. Они живы. И они обычные люди. Они мне никто по плоти. Я их вообще никем из себя не считаю, каким-то дедушками. Они такие же, как я. Мы все братья и сестры на земле. Мы все родные друг к другу. Мы все равные друг к другу. Я не считаю, что мой папа мой папа. Он мне такой же человек. Ну, братом я его и другом не называю, потому что мы действительно друзья. Нас тяжело назвать, а братом я называю только людей во Христе или в истине. Да. А он ее не хочет принимать. Ну, и, соответственно, другом я называю только того, кто действительно человек находится в истине. И еще при этом мы действительно в земной жизни просто как-то взаимодействуем друг с другом. Тогда да. Так что? Папа мой во мне будет жить? Нет. Я его с первым пытаюсь убедить, что он меня пытается убедить, что его червяки сожрут. Жизнь, конечно. А я его пытаюсь переубедить в обратном. Ну, вот именно. И говорю, что не надейся. Не во мне ты жить не будешь. Но он такого не исповедует. Но если бы он исповедовал, я бы, конечно, тыкал бы этим и пытался бы сказать, что не надейся и не питая ложных иллюзий. Я тебя в себя не пущу и жить ты во мне не будешь. Только для того, чтобы привести его к полноте познания истины, что человек сам бессмертен, о чем он сам знает. Я ему об этом сто раз говорил. Ты все прекрасно знаешь. Что ты закроешь глаза, или, как я выражаюсь, погрубей, чтобы как-то достучаться до его каменного сердца. Я говорю, когда сдохнешь, ты будешь так же стоять рядом со мной, а я рядом над твоим трупом стоять. И ты все поймешь, что я был просто прав. А ты все это всегда знал, просто сам бился головой об стену или шел против вражна, как Иисус выражался, говоря Павлу. Так что вот так. Мы все об этом знаем. На самом деле личное бессмертие сидит внутри нас. Причем сидит так глубоко, как это только возможно. Потому что это сущность нашего бытия. Бог, бытие, все, что мы с вами видим, не имеет ни начала, ни конца. И всегда было, и есть, и всегда будет. И ничего в мире вообще не уничтожимо. Все лишь меняет просто свои формы. Ничего в жизни никуда не пропадает. Даже если мы что-то ломаем, да, какой-нибудь стол, это превращается в дощечки поломанные. Эти дощечки потом могут перегнить в землю. Из этой земли потом вырастает дерево. Из этого дерева мы потом делаем опять стол. И это все замкнутый круг. Ничего никуда не исчезает. Нет никакой, даже в черной дыре, то, что там куда-то Вселенную засасывает, она где-то выходит на другой стороне. В жизни ничего уничтожить нельзя. Все, что существует, просто есть. Поэтому Бог и сказал, да, я просто есть, я просто существую. Все, что есть, просто есть. Вот и все. Все очень просто. Так что по поводу этой бредятины. И поэтому, что, да, к чему мы сегодня, мы сегодня с вами обо всем этом говорим в контексте детей. Да, поэтому бред про то, что ты вечно в потомках, поэтому тебе просто необходимо родить ребенка, если ты не родишь. Не то, что там приемные дети, это вообще, да, как ты в них окажешься. Приемные. Ну, хорошо, ты любишь там жизнь их, там спасителем будешь, воспитаешь их, возьмешь приемных. А что, ну, сам-то ты подохнешь и все. Да, ну, а вот родишь и будешь вечно жить в своих потомках. А если, ну, хорошо, ты-то его родишь, а он действительно не родит никого. По разной причине. Знаете, эти теории разбиваются кучей доводов. Я, конечно, все их не стал тогда приводить. Ну, хорошо, ты родил ребенка, а он родил ребенка, и он в год умер. Еще одного, может, родили, тоже умер. В пять лет, в десять лет убили. Еще что-то, несчастный случай. И так он в оконцовке остался бездетным. И все. Все твои труды напрасны. У тебя нет никаких внуков, никаких правнуков. И ты все равно, получается, все ваше потомство прервалось, и ты как личность канула в небытие, в реку забвения Аида. И что теперь? Это полный бред. Без личного, давайте у меня, да, у меня же еще тот итог. Давайте я его зачитаю и тоже кое-что подведем с вами итог. Лжа теория о том, что человек не имеет индивидуального бессмертия, духа, души и тела, это путь в никуда. Тогда вся жизнь бессмысленная. Каждый из нас прекрасно знает, что никто, кроме нас самих, в нас не живет. Не живут во мне мои родители, ни прародители, ни прапрародители и так далее. Я личность, индивид, и лично я вечен. И лишь при таких условиях моя личная жизнь имеет смысл и цель. Итак, еще раз. Все вот это вот про вечность в потомках, это все лжа теория. Как мы с вами видим, она разбивается в пух и прах об элементарные доказательства и объективные размышления. То есть, никто из нас, из нормальных людей не ощущает в себе никаких своих предков. Никто из нас, всякий из нас понимает, что ни в каких формах в будущих своих детях, внуках мы жить не будем. Каким образом все это будет проявляться? Я что, буду ходить, нюхать? Во мне что, все мои предки от Адама и Евы? Сколько во мне? Миллион людей. Каким образом эта жизнь будет проявляться? Жизнь человека уникальна. Я индивид. Я есть, у меня есть дух, душа и тело. Я ими контактирую в мире, получаю удовольствие и наслаждение, дарю их другим. Каким образом? В каких детях, правнуках, внуках, правнуках и там, каких-то там потомках я буду жить? А если они умрут в год, в два, в три, да, будучи младенцами, там, ребенками, как, в ком я буду находиться? А если у меня два, три, десять детей, я во всех в них размножусь? Или что это такое? Надо понять, что лжетеория о вечности в потомках это то же самое, что, как говорят, это теизм? Или просто не веря ни в какую вечность? Вся вот эта вот сложная, дерьмовая, дьявольская конструкция, о том, якобы я вот живу в каких-то потомках, любой здравомыслящий, человек, который подумает своей головой, не больной, конечно же, поймет, что все это бред. Вся эта вечность в потомках, этот человек просто не верит ни в какую вечность. А если у меня 25 детей, я каким образом в них распределюсь? На 25 личностей, а дальше там внуки, правнуки пошли, так я в скольких буду людях жить? И что я буду делать? В каким образом эта реальная жизнь будет проявляться моя? Если я осознанное существо, чувствующее себя одной уникальной личностью, как все это будет выглядеть? Меня, знаете, что удивляет, вот как с этим нотариусом, это же пожилая женщина, уже, как говорят, одной ногой в могиле стоит. Ну, тот же самый мой папа там, да, ну, про папа отдельно, он, по крайней мере, вот этот бред не несет, поэтому там отдельный разговор, там просто крест, смерть и все, ничего дальше нету, да, тупик. Ну, а вот этот вот бред про вечность в потомках, что это? Человек точно такой же атеист, да, он ни во что не верит, не в вечно, потому что под атеизм это называется, в принципе, неверие и вечность, ну, как бы, отрицание Бога, ну, а Бог-то есть бытие, Бог и есть вечность. Об этом любая, как бы, как говорят, религиозная конструкция или мысль утверждает это, что это просто аксиома, Бог есть, Он всегда был, есть и всегда будет. Это путь в никуда, вообще, от слова совсем. Вот это вот лжетеория, да, о том, что вечность в потомках, это путь в никуда, ты просто упираешься в стену в оконцовке. Вся жизнь, моя тогда бессмысль, она протекает вот так вот, как щелчок пальца, и что дальше-то? Что у нее нет, если меня нет, как уникальной индивидуальной личности в бытие, если я не осознаю себя, если я не пользуюсь своим телом, да, не дарю кому-то радость, счастье, любовь, через наслаждение, не получаю их через все свои личные органы чувств, которые там как-то, как это говорят, нейронами связаны с моими мозгами, сердцем, с центром обработки, я как-то все это получаю, наслаждение, то все бессмысленно. Каждый из нас, я пишу еще раз, прекрасно знает, что никто, кроме нас самих, если у меня нету болезни, там, раздвоения, расстроения, раздестерения, размиллионования личностей, то я, никто в нас не живет, я никого в себе не ощущаю. Мы людей таких, которые в себе чувствуют две, три, двадцать пять личностей, называем людьми, не дружащими с головой и справедливо называем. Не живут во мне ни родители, ни прародители, ни прапрапрародители, которых многие из нас знать не знают, видели, видеть не видели. И я, личность индивид, ни в ком не живу, кроме себя самого. Это очень важно. Я вечен, лично я. Только при таких условиях моя личная жизнь в этом теле, в будущем теле, в душевном, в духовном, в миллион его трансформации, только тогда жизнь имеет смысл и цель. Моя личная жизнь имеет смысл и цель. Иначе тогда она не имеет смысла даже рожать. Детей не имеет никакого смысла. И рано или поздно это может прекратиться. Все мои труды будут напрасны. И более того, я никак тебя не реализую. В одном хорошо реагирую, а как в этих детей я буду. Этот бред, как видите, тут много разных причин, которые можно оправдать. Его не оправдать, а опровергнуть. Меня удивляют люди, которые в эту чепуху верят, даже не включают мозги, чтобы понять, какая-то чепуха просто. Она в реальности никак не реализуема, эта идея. Она не рабочая. А мы с вами все все это ощущаем, что я личность, я уникален, никуда я не денусь. на этой земле, никуда ничто не уничтожается. Вся природа, она всегда была, есть и будет. Даже в черные дыры, как я сказал, куда все засасывается, якобы, это где-то, значит, выходит. Все в жизни вот так вот по спирали Бога ходит, как я говорю, по спирали Фибоначчи, по вечно закручивающей, вечно раскручивающейся спиральке. И все это по кругу, можно сказать. Ну, правда, с каждым новым витком подобно кругу, но это новый виток. Никуда ничего не уничтожается. Мы стол, который разрушаем, он превращается в щепки, щепки уходят в землю, перегнивают, из земли появляется новое дерево, дерево превращается в доски, доски в стол. Это все идет в этом плане по кругу. Ничто невозможно, как бы вы что-то не уничтожали, вот эту тряпку, не рвали на кусочки. Вы уничтожаете лишь форму. Но по сущности ничего уничтожить невозможно. Никто из нас никуда ни в какую... Реку забвения Аиды не канет. Нет такого места во Вселенной, где не было бы Бога, где не было бы бытия. Точно так же наше сознание никогда уже не исчезнет никуда. Да на самом деле никогда не существовало времени, в которого его и не было. Ну так что вот так вот. Ну и последний у нас с вами подраздел под темом. Я как верующий человек, ну по сути правильно выражаться, я говорю, что я христианин, и я не верующий, а знающий. Это тоже огромная разница. Верить в Бога, знать Бога, верить в любовь, любить, это разница. Можно в теории все опознать, а толку-то не будет. Давайте я буду вам читать и комментировать со своего сайта. Если вдруг, по какой-то причине, у вас нет или вы не хотите иметь своих детей, то религиозный человек обязательно бросит вас этот библейский камень. Это бытие, самая первая книга Библии, первая глава, можно сказать, последние стихи. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог плодитесь и размножайтесь. Я дальше обрезал, там нам не важно кое-что еще говорится, но контекст не теряет, мысль общую не теряет. Вот библейские стихи, которые обязательно религиозник бросит в человека по какой-либо причине не имеющего детей. Это заповедь Божья. Давайте я почитаю еще с сайта. Этот человек, этот религиозник, будет утверждать, что это нерушимое от начала заповедь самого Бога Творца, который должен исполнять всякий верующий в Бога и в Библию человек. Но только этот человек, возможно, зная всю Библию наизусть, так и не познал истину о том, что вечный Бог в бытие есть свобода и любовь. Любовь никого никогда не насилует, никого ни к чему не принуждает, ибо любовь и свобода две нераздельные стороны одной медали. Итак, по поводу этой нерушимой, так скажем, заповеди от начала, которую исполняет всякий верующий в Бога и Библию человек. Во-первых, в Библию можно по-разному верить, да, кто-то ее принимает как Слово Божие, я не из таких людей. Библия переводится как библиотека, это набор писаний. Там есть истина, да, но ее там надо, как жемчужину по притче Иисуса, еще найти, отмыть и сохранить, да, это очень важно. Но, вы поймите, можно всю Библию знать наизусть, можно обладать таким даром, что, цитируя какое-то место, давать точную ссылку на главу и стих, который вы цитируете, но от этого не пребывать в Боге, пребывать в любви и не иметь полноты познания истины. Выучить ее наизусть может просто человек от Бога, наделенным даром гениальной памяти. Да, можно. Можно знать ее наизусть, но не познать истины. Истина есть, свобода и любовь. Вечный Бог, свобода и любовь. Плодиться и размножаться, это не заповедь. Плодиться и размножаться, так как вся Библия образная и приточная, очень часто, есть, конечно, там много и прямых слов, но очень часто приточная и образная, она подает какую-то нам информацию. Так вот, вот этот вот, не просто слова плодиться и размножаться, а вот этот вот диалог Бога с человеком и есть образное выражение акта, как бы того, что Бог человека, Бог творец, человека наделяет актом, в этом акте наделяет человека даром творения, даром положения, размножения, да, то есть, как-то расширение себя во вселенной, да, это не заповедь, это просто закон, который есть в человеке, но он точно такой же, как у человека есть руки, ноги, голова, пися, попа, у нас просто это есть. Сам этот акт, сам этот дар, и наша эта природа, естественная природа, потому что Бог всячески во всем, Бог в нас, и тоже все эти слова, Бог дал, благословил, на самом деле, для людей, познавших истину, потом они теряются в ней, в том, что на самом деле, Бог это ничего не дает, это просто есть, и просто существует. Бог был есть, и вчера, и сегодня, и завтра будет такой же, каким был до этого. Бог просто существует, он просто есть, вся его природа просто существует. Дар положения, размножения, по сути, он просто существует, вот и все, он существует в растительном мире, все вот так размножается, он существует в животном мире, они также плодятся, размножается он существует в мире человеческом и во всей вселенной вся вселенная постоянно как уже даже ученые доказали расширяется это просто дар это просто природа и здесь нас в этом диалоге таким образом это хотите притча тоже здесь есть притию в притче есть участники есть бог есть человек есть их беседа здесь там это не заповедь это дар которым мы можем пользоваться можем не пользоваться само по себе зачатие и рождение ребенка не делает человека не грешными святым это очень важно до этого сейчас мы еще дойдем я хочу сказать что еще раз очень важно что две стороны одной медали или а вот листика бумаги да это любовь и свобода любовь без свободы невозможно дошли бы добыла заповедью это все бог никого не насилует никого не заставляет речь всегда идет о добровольном исполнении но опять же закон благопытия в раю был дан только один это любовь это вкушать от древа жизни который есть любовь добрые дела и не вкушать от древа познания так называемого добра там в кавычках на читать и зла потому что человек просто так зло не выбирает он должен быть якобы пребывать в матрице якобы выбора между добром и злом поэтому она так названа так вот древо зла по сути его проще одним словом назвать вкушать нельзя а вот с древа любви жизни надо вкушать кто вкушает пребывающий в любви пребывает в боге пребывает в вечности вот и все вот это заповедь это была дана добровольно потому что адам и схемы выбрав зло сделали добровольно выбрав зло сами отказались от от вечной жизни это очень важно даже тут бог оставляет свободу но избирать между добром и злом это заповедь потому что это закон блага бытия это закон счастливой жизни всего божьего бытия которое существует во всем его проявление оплодиться размножаться это лишь одно из дел это 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 природные природный дар который сам по себе не добр не хорош давайте сначала засчитаю кое-что что я вывод такой которая тоже к этому подразделу написал и по нему буду дальше говорить это местописание не не является прямой неукоснительной заповедью бога к исполнению человеком против его воли она лишь говорит нам о моменте природного дара богом человеку производить себе подобное потомство когда и делать ли это вообще решает сам человек для себя само по себе зачатие и рождение ребенка не добро и не зло по определению зачавшие родившие ребенка люди не становятся святыми или грешными от этого деяния нас грешными или святыми делает лишь зло и и добро соответственно то есть наша ненависть или любовь кому-то первые люди с радостью плодились потому что их было мало на земле и объектов любви не хватало но сейчас людей на планете земля огромное количество и она постоянно растет из них большая часть несчастные страдает от отсутствия любви а потому современному человеку и так предостаточно объектов для любви есть ли смысл рожать их еще больше и так сам акт от того что у меня есть рука и нога я уже много раз говорил еще раз повторяю это не значит я могу кого-то имею право кого-то бить и обязан прям кого-то целыми днями гладить до свободный человек не делает зла имея возможность его сделать обладая руками и ногами и сколько может когда сам тоже желает делает кому можно добро доставляя счастье и наслаждение через удовольствие это конечно же заповедь это обязанность но по сути добровольная то есть мы добровольно должны стать рабами бога рабами любви да но опять же даже это не делает нас рабами в том плане что мы становимся не свободными и что мы там против воли кому-то там свои даже воли своего желания кому-то вот там все время удовольствие доставляем нет любовь она обоюдно это тоже важно и саму тайны именно это сама эта природа во мне заложена тем более там плодиться размножаться она вообще не делать меня святым или добрым и даже сам акт когда мы действительно с вами зачали родили ребенка даже это так так называемых дарение жизни новому человеку даже это не делает нас добрыми или злыми грешными или праведными святыми или нет потому что что можно сделать родить его и выкинуть на помойку кто смотрит новости и до такого ужаса люди доходят что ты потом сделаешь с этим ребенком ты вырастешь его материально телесный духовно в этой жизни да будешь любить его проявлять там заботу попечения воспитывать до открывать истину закон блага бытия ему прививать а любви ко всему божьему творению что ты будешь делать дальше вот это делает меня добрым и или злым святым праведным или грешным а сама сам акт положение размножения никак не делает меня как я сказал одно дело это было в начале когда не было объектов любви сейчас этих объектов людьми любви девать к сожалению некуда весь этот вообще вы знаете вообще вот эту тему плейлист семья любовь детям и родителям я по сути затеял из одной из одной такой темы это любовь к приемным детям вообще любовь вот именно опять вот это вот не кровавую любовь как я ее называю да не кровяную не плоскую любовь а мой сыночек моя мамочка моя папочка вот это вот все да моя бабушка дедушка мой правнучек а именно любовь ко всем людям равна в этом есть совершенство любви в нелицеприятной любви это очень важно не лицемерный вот это когда ты по лицаме решает а мой сыночек да ну зачем можно по головке палать даже тогда когда он соседскую девочку ударил да это вот соседский тогда его можно на 25 лет упечь только за то что он с плакатом нет войне вышел да вот чему я пытаюсь и у меня основная идея ты этого всего плейлиста этой темы это показать вам эту истину в том что нужно любить всех одинаково и равна а не делить вот это вот все моё моё моя прелесть сейчас к чему нам эти рожения размножения чтобы рабов рожать в этот мир и в эти гестаповские тиранские диктаторские режимы для чего чтобы заповедь исполнять да или что законы заповеди человеческие это очень важно у нас сейчас полно объектов любви кому можно проявить свою любовь мы это делаем с вами вот в чем вопрос делаем ли мы это с вами кому мы дарим свою любовь а ее сейчас есть кому подарить без того чтобы плодить и размножать еще больше этих объектов вот так вот вот такая вот тема поэтому по поводу плодить и размножать все надеюсь вы тоже все уяснили это ни в коем случае не является никакой заповедью это дар человека вот и все а заповедь одна у нас есть это любовь это любить все божье творение и у нас сейчас есть кого любить нас на сегодня 8 миллиардов и все больше и больше сколько среди этих миллиардов сотен тысяч а может быть миллионов нуждающихся людей в частности детей в крови в пище в одежде в других радостях жизни сколько кто не считал я вас уверяю что их очень много чем этой маленькие дети средние отроки подростки кто нуждается уже кто вырос по плоти нуждается в духовной пище всем этим и так далее если бы если бы мы с вами жили так что никого бы уже не осталось нуждающих тогда можно было бы говорить а в современном если бы это было святое здравое общество мы сейчас с вами говорили не о том да нужно ли плодиться размножаться как сделать то чтобы уже никого не было таких нуждающихся и иисус приводил притчу очень часто земледели земледельцах так вот я вам хочу рассказать свою из притчу я сам люблю заниматься землей огородом там садами да ну ты как делаешь ты взял кусочек какой-то ну как сказано тоже один мудрец сказал чтобы сделать чтобы что-то новое создать начала немножко хаоса внести в твой порядок да а потом этот хаос упорядочить и так дальше так ты расширяешься вот ведь тоже сам принцип конечно начал берем маленький кусочек земли чел там хаос наводим что-то рубим косим копаем строим там потом все это наваливаем материалы села из них потому что то там все это делаем красоту наводим когда мы этот облагородили мы еще чуть-чуть берем присоединяем целину начинаем есть заниматься люди которые вот так хапают 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 да у них там беспорядок там еще ничего не сделан там не успевает а он все хапает 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 еще больше себе делая этих проблем и не успевая не там уже не здесь то же самое о людях знаете посмотришь на человечество так с высоты птичьего полета могут рожаем 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 да а посмотрите сколько у нас нас где-то дома переполнены это в странах в христианских мусульманских везде абсолютно одинаково да в атеистических детдома переполнены да там детская преступность зашкаливает везде причем рецидивно естественно потому что они выходят уже некуда даваться они уже идут как это говорят по протоптанной тропинке до зла мы занимаемся этими вопросами нам это надо первый вопрос поставить вообще поднимать вопрос о положении размножения тогда в обществе когда не останется ни одного несчастного ребенка до на планете причем не только в твоей стороне потому что надо быть космополитом и отречься от всех этих безумных границ нации так далее надо помогать надо детям в других странах эти в твои закончились когда ты эту миссию на земле выполнишь тогда можно задумываться о том что плодиться размножаться до возвращаться к этому это не заповеди божий а дару божьему дар а бог на нас смотрит и и смотрит на дурачков да у нас детей в россии по моему 150 или 200 тысяч сна так скажем на этот момент когда я записываю видео в детдомах только у нас столько сколько в тюрьмах еще параллельно сидит сколько еще где-то сколько в небаквалычных семьях и так далее да а мы тут а мы тут плодимся размножаем с каждого утюга нам кричат что нужно рабов режим урожать до заповедь божию исполнять вечность свою в потомках продлевать и так далее да бог смотрит на наше безумие у тебя вот тут вот не убрано как я вам пример дал земледелием тебя вот тут порядка нет а вы все плодитесь размножайтесь я думаю что бог когда вид как мы тупо понимаем его его истину его писание а он девица и глаза у него на лоб лезут от того что он видит какие плодитесь вы куда плодитесь ты еще этого и вы еще этих детей то не смогли устроить а вы еще плодитесь размножаетесь до нас все понимать здраво когда это было сказано кому тут опер контекста есть во вторых то дар это не бессмысленное положение размножение не знает что стив 13 лет до месячные потекли ты уже должна бежать там и детей зачинать или мальчик у которого впервые в жизни встал да и что дальше то эрекция появилась и чего надо бежать детей плодить и размножать какая глупость сожалению такая глупость окружает нас везде и всюду следующее видео у нас аборт я как вам уже в предисловии говорил я постарался выстроить все это в такой закономерной последовательности все эти разделы по поводу аборта просто все-таки связан с сегодняшней темой кратко все-таки скажу и надеюсь вас увидеть на следующем видео вот вот это вот мы свящая которые то есть я видите у нас первый ролик в этом плейлисте в этой теме идет вот child free то есть по сути мы с вами говорим как это говорит о духовном осознании о мыслях желаниях да если бы нам не забивали голову вот аборты да я это в следующем ролике буду конечно развивать но сейчас кратко мне хочется вам в этом сказать чтобы плавно перешли и тоже об этом поразмышляли уже здесь борются с абортами как их вот так и чтобы не было абортов это же страшный грех опять опять по всем темам там проходимся пройдемся с вами по заповедям человеческим по заповедям божьим якобы да как вот от абортов избавиться так же плохо это прекращение жизни от них бы не надо было избавляться если что если бы нам вот такой вот чепухой о котором мы с вами сегодня говорили голову бы не забивали чепухой я подражаю не child free а наоборот вот именно что ты должен да быть станком для там рожения детей вот если бы нам этой чепухой не забивали голову что мы должны рожать потому что диктатуре режиму там государстве стране это надо нужно мясо на войну да там в армию все эти солдафоны и все это если там нужны кто там тебе эти батарейки грубо говоря как в матрице сказано которые будут на этих заводах батрачить да если там ты вечности будешь своих детях пребывать бог да обязывает пальцем грозит и наказаниями да за то что ты не будешь там детей рожать и так далее если нам вот это вот чепуху бы да и дуль в голову бы не вбивали если вот это вот не проповедовалось бы половина абортов уже бы в мире пропала потому что и просто не делали потому что люди бы люди бы рожали бы детей как осознанно когда в них просыпается по-настоящему родительский инстинкт родительское вот это вот желание влечения воплощать этот инстинкт это вот это вот способность человеку да кому-то дать жизнь и потом ее довести до совершенства имея при этом какие-то там как говорится материальные все условия благополучные все вот это то есть люди осознанно заводить людей уже бы сколько абортов ушло бы с детства вот этой всей дрянью и чепухой голову не забивали второе если бы что если бы вот именно к приемным детям ко всем детям относились так как своим бы тогда бы тогда бы общество роженица который неважно по какой причине забеременела раньше времени своего своей осознанности да и решил так скажем избавиться от ребенка девица живущая в обществе парень пусть неважно он же от кого-то родился этот ребенок пусть эти родители которые не хотят быть родителями пока они бы не делали аборт в как не убивали в эту жизнь то по той простой причине по какой то же знали что этого ребенка он не останется брошенным общество о нем любвеобильное позаботиться и проблема абортов бы решилась то есть вопрос поэтому вот этот вот знаете я вот этот ролик чайлд фри хоть так и назвал как бы с этой темы начал по сути она с вами сегодня говорит об осознанности об уме о желании потому что вначале был логос сначала мысль и мысль то становится плотью и слово стало плотью обитает с нами мысляла чем-то мыслим желаем и силой воли это материализуем с вами до воплощаем наши мысли воплощается приобретает какой-то видимый образ так вот чтобы до всего этого дойти на сначала вот здесь конструкцию в голове всю эту изменить да а нам вот это вот дичь всю втирают рожайте рожайте чем только причем все это в основном даже не на заманиваях она палки стоит естественно дубинки не будешь рожать вот бог тебя накажет не будешь рожать вот ты вечность своих потомках потеряешь не будешь рожать нас тут захватит будешь там рабом человеков да надо вот воевать соседней стороной не будешь рожать вот мы тут экономически не будем развиваться будем палкой ковырялкой огород пахать все стоит на страхах это абсолютно неправильно и по именно поэтому мы живем в том в чем живем что надо с этим делать конечно же от всего этого надо избавляться надо самому познать истину в полноте пребывать в ней и что потом потом проповедовать транслировать на других людей кому мы желаем счастья так что вот такой вот ролик child free свободы не рожать детей не быть родителем по сути мы с вами как бы изначально начинаем да потому что прежде чем переходить к теме семья дети родители отношения детей родителей вообще рождение ребенка начал перейти надо сначала разобрать тему желание и нежелание откуда вообще это появляется корни истоки обязаны ли их реализовывать когда почему зачем да надеюсь я с вами вам сегодня это все достаточно просто понятно объяснил и надеюсь что для вас это много чего откроет и даст истинное познание глубины божьего замысла и всего вот этого бытия который нас с вами всех окружает на этом в принципе на сегодня у меня все я с вами хочу попрощаться все кто считает что мой ролик полезно назидательно от родное ставьте лайки под роликами это полезно для алгоритмов и нужно для алгоритмов youtube а глядя на реакцию зрителей youtube чаще рекомендует эти видео другим зрителям если вы хотите чтобы кто-то кроме вас тоже увидел это видео познал истину и обрел полноту счастья и дальше светил ею вокруг себя вы тоже светите делитесь этим видео в социальных сетях где-то в личных сообщениях с кем хотите на своих ресурсах сайтах каналах я даю абсолютно полное разрешение мои своими роликами делать все что захочется пишите ваши комментарии мысли размышления может быть что-то я не сказал у вас есть свои какие-то примеры и дополнения критика может быть рекомендации вопросы я на все все комментарии ваши читаю на все стараюсь реагировать текстом точно как могу и если ваш комментарий достойно и вопрос меня цепляет ответа видео формате для записи какого-то видео я обязательно это делаю ну вот так наверно все все полезные ссылки у вас на экране в аннотации к ролику другие мои плейлисты рекомендую все к просмотру не на этом все я вас всех по-братски крепко обнимаю нежно целую желаю достичь полноты познания истины и всего самого доброго чтобы все у вас было хорошо до встречи следующих видео спасибо 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 спасибо